книга открытым оком тема политика том 28 вопрос 3983 почему русские после падения коммунизма не возвращаются домой в россию отвечает игнатий тихонович лапкин этот вопрос можно было задать где-то в 1930 году но куда возвращаться тем кто в глаза не видел россию и родину свое и воспоминание детства никак не может связывать с местом где жил их прадед патриоты россии за рубежом живущие они нежизненные для россии бумажные только надписи в доме на русском языке обетованной и чаемой была земля только для израиля а остальные где приютили там и прижились корешки пустили вот как пишут из россии кавычки открыты поскольку существование без мп расценивается как нормальное любые перемены становятся лишней и досаждающей головной болью оно объединение чтобы совершиться обязана сделать ревнителей в кавычках в два раза счастливее например одарите триумфом победы над патриархиным филиалом лубянки в кавычках поставить их арбитрами отделяющими белое в кавычках от красного в кавычках в православной жизни россии иначе совсем непонятно зачем что-то менять тратить силы кого-то терпеть обременяя себя беспокойством кавычки закрыты вот этого типа самосознания я и коснулся своей предыдущей статье причем не риторически как считает отец николай а сугубо по существу как получилось что эмиграция не сумела вернуться на родину что воспрепятствовало тем кто мечтал стать светочами россии и готовился к миссии на национальных началах помочь обустроить страну после падения коммунистов суждение об этом из россии согласитесь будет вполне правомерным если тема о возвращении кого-нибудь по-прежнему интересует объединение объединение как раз имеет смысла возвращение никакого не договора или альянса между россиями в кавычках не стоит обманываться общий итог статьи был таков существующая идеология рпцз негодна вообще ни к чему кроме как строить иллюзии обслуживать ностальгию за счет политической идеологии и критики внешнего противника создавать видимость единства и смысла она изначально искала внутреннего удобства формировалась под себя в кавычках они под россию тем предусудительный оказывался пафос единственных кавычках подлинно русских кавычках играющих историческую роль несущих на себе особую миссию и тем плачевнее результат перед которым мы все оказались теперь порушенные страна вымирающий народ агарянское нашествие на исконной территории новые миллионы русских по всем континентам мир отданный в управление противо христианских сил и застывшие над пропастью саморазрушение нельзя желать служить родине и не желать знать чем там живут встретить россию и соединиться с ней таков должен был стать финал и единственное оправдание десятилетий заграничного ожидания вся трагедия иммиграции целиком заключена в этом в попытке смотреть на россию самодостаточно отрешенно со стороны в кавычках выйдет в ней что-нибудь сложится замечательно не выйдет ну что ж мы останемся при своем и ничего особенного не потеряем может быть вы в душе своей хорошие люди и соотечественники за рубежом правда нуждается в церковном окормлении но оставьте тогда свой натянутый миссионизм ипотетику а займитесь простым ясным делом в современных условиях мечтать о россии скучать по россии и не ехать в нее это как и говорится уже через край посмотрите внимательнее перетряхните старый багаж перестаньте наконец возглашать заученные и ничего не значащие фразы спросите себя по всей строгости что же теперь есть эмиграция и что отстаивает она россию ли перед западом запад перед россией скобках как вперед холодной войны свою комбинаторную уникальность россию прошлого очередную россию будущего что насколько реалистично и ответственно восприятие родины не превратилась ли русскость в игру чистой фантазии или составляющую обычного эго кавычки открыты встаю и ложусь со словом россия кавычках кавычки закрыты хорошо и приятно как с грелкой чтоб дальше не залезать в дебри и не копаться в подробностях чужих судеб давайте примем за данность русские ехали и едут пока за рубеж а значит должна быть церковная жизнь в диаспоре но ехали едут в кавычках по личным мотивам ради своих частных нужд они для того чтобы за тысячи верст вдруг возлюбить родину особой любовью и начать грезить выдающимся эмигрантским предназначением большой вопрос оправдана ли в данный момент вообще говорить об эмиграции как об отдельном и определенном целом существует ли она хотя бы в форме той общности какую создавали условия большевистского изгнания или представляет уже собрание русских людей по сугубо случайному признаку силу разных причин оказавшихся в той или иной географической точки бог весь какие обстоятельства погнали за рубеж нынешнюю четвертую или уже пятую волну в любом случае для страны это драма и ухудшение ее и без того сложного положения оставляя за собой право считать что православному и русскому лучше все таки жить в пределах россии православному и русскому лучше оставаться в россии но дело даже не в этом никто не собирается прописывать пилюли патриотизма зная одного заслуженного протеерея в париже в париже который во времена ссср из чувства солидарности имел в личном пользовании жигули и наотрез отказывался пересаживаться на более дорогие и комфортабельные местные марки так вот современной россии никто не ожидает от эмиграции даже такой символической жертвы все все в принципе привыкли как и к отъездам и считает их личным жеребием каждого скобки открыты духовном отношении правда жеребием непростым чем-то напоминающим смешанный брак православного с инославным скобки закрыты проблема в другом сама эмиграция должна наконец о себе что-то понять и собою определиться если вы принадлежите россии то почему опасаетесь приблизиться к ней если вы самобытно и трепетно смотрите на свою свободу умеете признать полноценность и свободу другой стороны эмиграция болеет и болеет сильно той болезнью который кто-то метко назвал комплексом полноценности в кавычках только строгому оку зарубежника видны видны правда и неправда на чистом переулке только в его компетенцию входит признать благодатной в кавычках или безблагодатной в кавычках жизнь сотен и тысяч приходов и так нужно быть очень пристрастным и очень увлеченным собой чтобы не видеть у православных в россии есть своя ревность о чистоте исповедания и своя строгость принципов который может быть следует развивать и поощрять но не курировать и контролировать желание миграции быть везде и одновременно нигде определять все не берясь ни за что уезжать чтобы продолжить играть роль по любому из поводов знать за других что для них правильно кавычки закрыты книга руфи 1 глава с 19 по 21 стихи цитата когда пришли они вифлеем весь город пришел в движение от них и говорили это ноеминь она сказала им не называйте меня ноеминью а называйте меня марою потому что вседержитель послал мне великую горесть я вышла отсюда с достатком а возвратил меня господь с пустыми руками зачем называть меня наеминью когда господь заставил меня страдать и вседержитель послал мне несчастье лицо и голос сон походка жест кричат о нашей сущности наличной кому и где предложили поесть своим житьем в какую входим притчу из области каких героев схваток мы строим образ свой и домочадцев кому на пользу квадратуру хаты чей вкус порадует моей трапезы явства так день за днем и даже по ночам мы пишем образ или образину иной писать с пеленочек начал так и прожил с хайлом тогда разинул не притирания не серги не колье а скромностью покрытая вершина составит биографию вас след ведь святость меряется неземным аршином знакомых круг поутру обойди их представляя в лицах то есть в красках есть от кого того и жди беды с любой позиции в разнос влетает встряска лицо иное светится добром и ласка неподдельной и прощением если такие что попробует ронь такую чернотой потянет щерни лицо природное во многом не зависит от нас и нашего далекого родства иная кошечка такую выпрет рысью и со смоковницей бесплодной что сорвать к разбойнику что справа мы благоволим как умиротворенность отразилась в нем не шествия пешком в иерусалим меняет нас грехи сожжет огнем спасение во христе даст отблеск на лице облагородится и жесты и ресницы враг скован и натягивает цепь у нас покой без зла легко нам спится 6 мая 2008 год игнатий тихонович лапки